Спасибо за приглашение на обсуждение самого, пожалуй, злободневного вопроса жизни вашего села. Я здесь уже, может быть, повторюсь в каких-то моментах, я здесь уже не первый раз, то есть я состою в должности с 28 октября 2016 года. Дважды я здесь приезжал в прошлом году по вопросу, значит, что текла крыша в детском саду по поручению прокурора области. И вот уже три раза я приезжаю по вопросу выпуска скота. То есть проводили мы проверку, опрашивали людей, ну скажем так, с разных сторон, я не буду называть, какой национальности, такой или этой. Значит, до этого обсуждали, и сейчас тоже обсудили. Есть много мнений, да, что вот так, 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 но самое главное, самое главное, что должен работать не только закон, но должен работать и здравый смысл. Я, как человек, который тоже вырос с сельской местности, я прекрасно помню, что, например, при советской власти не было такого, что скотина была до такой степени невозможна, что она содержится в ненадлежащих условиях. Нужно соблюдать не только ветеринарные законы, но и разумный смысл, чтобы был в действиях, поступках, понимаете, в действиях каждого, и русского, и украинца, и курда, и там азербайджанца, и так далее, и тому подобное. Здесь было много сказано о том, что Россия это многонациональное государство. Это самое главное. Мы не можем здесь говорить, ты плохой, потому что ты родился таким. Такого нет и не должно быть. Здесь в Перекопном такой проблемы как бы нет. Самое главное, что нужно решить вопрос с выпасом скота. Но сделать это можно только законным способом. Если кто-то не соблюдает закон, он должен нести ответственность. Если кто-то выгнал на кладбище, на улицу, на посевы, он должен быть наказан. Сейчас есть только одно наказание, это штраф по закону Саратовской области. Если совершил первый раз штраф от 1 до 3 тысяч рублей, если совершил второй раз, то повторное нарушение влечет штраф 5 тысяч рублей. Если кто-то не хочет это соблюдать, естественно, ему будут применены меры. И штрафы эти будут не только наложены, но и взысканы. Есть ряд вопросов по работе. Например, полиции. То есть я до нового начальника отдела полиции уже доводил. Проблема, что здесь в селе очень редко появляется участковый. Очень редко. Он появляется здесь только тогда, когда что-то случается. Но есть регистрация, нужно выезжать. Это, конечно, нельзя, чтобы так было. Я не говорю, что здесь участковый должен жить. Но он должен здесь быть минимум 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Должен выслушивать каждого и должен принимать установленные законом меры реагирования. Как нарушителям, кто пьяный ходит, так и нарушителям, кто ездит на машинах с нарушением правил дорожного движения. Так и должен принимать иные меры, которые установлены законом. У нас нет ничего другого. Раз мы живем в Российской Федерации, которая является правовым, прежде всего, государством. Мы не можем жить военном. Не можем. Топ мы не были. Есть проблема в работе судебных приставов. То есть штрафы налагаются, но они не все взысканные. Почему это произошло? В настоящий момент прокуратура Яшовского района проводится проверка по этому вопросу и будут приняты меры реагирования. Еще раз вас ориентирую на то, что самый главный закон взаимопонимания и решения вопросов путем обсуждения. Потому что если кроме штрафов начнут еще какие-то законы работать, уголовное наказание, то все вот эти овцы, коровы, они мухами покажутся тем, кто нарушит. Правильно я говорю? Еще звучал вопрос о том, что были факты, что жгут. За пять месяцев, что я здесь, было два возбуждено таких уголовных дела. Но я, к сожалению, не помню фамилию. Но наиболее часто есть Юсупов. Юсупов, да? Вот такая фамилия. Возбуждены уголовные дела. То есть там ведется расследование. Насколько я помню материал этих уголовных дел, то там не самые потерпевшие, не соседи, никто не указывает на людей, которые совершили это преступление. Поиск этих людей, он ведется в постоянном режиме. Как только виновные будут наказаны, найдены, они будут наказаны по всей строгости закона. Им будет предъявлено обвинение, и дело в отношении них рассмотрит суд в соответствии с законом. Вот такая вот вещь. У меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, не важно.